С последними событиями новости 24 на ННТ. Мои коллеги и я, Махач Курбанов, подготовили значимые из них. Вот что сегодня в выпуске. Медведев утвердил новые изменения в ПДД. Меры, призванные повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения на перекрестках. Пройтись по новой асфальтированной дороге. Этого дня жители села Севух Касавюртовского района ждали десятки лет. В России изменится очередность проезда автомобилей на перекрестке с круговым движением. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Скорректированы нормы, определяющие порядок проезда нерегулируемых перекрестков, говорится в документе. Сообщается, что правила дополнены новым пунктом, который устанавливает приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Приоритет получают автомобилисты, которые двигаются по кругу. Остальные должны им уступать. Дуров рассказал о блокировке 8,5 тысяч телеграм-каналов, связанных с терроризмом. По словам основателя мессенджера, такое количество запрещенного контента было обнаружено лишь за октябрь. Об этом он сообщил в своем официальном канале. Безусловно, администраторы телеграма должны уважать правила мессенджера. Например, пользовательское соглашение запрещает пропаганду насилия в любой форме. Поэтому в октябре мы заблокировали более 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом, написал он. Ранее суд Мещанского района Москвы оштрафовал телеграм на 800 тысяч рублей из-за отказа представителей мессенджера предоставить информацию для декодирования переписки пользователей. По мнению Дурова, попытка получить доступ к переписке пользователей – это стремление расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Среднемесячная зарплата врачей в этом году составила 52 900 рублей, сообщил министр здравоохранения Вероника Скворцова на Конгрессе Национальной медицинской палаты. С 2012 года этот показатель увеличился более чем на 48%, подчеркнула Скворцова. По итогам первого полугодия зарплата среднего медперсонала составила более 29 тысяч, младшего – около 19 тысяч. По словам Скворцовой, в регионах продолжается работа по повышению заработных плат, в том числе увеличению доли оклада. Министр уточнила, что в стране осталось лишь 5 регионов, где этот показатель остается на низком уровне. Она добавила, что Минздрав и Национальная медицинская палата подготовили проект по введению системы саморегулирования труда медработников. Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Дагестанцев медицинские мероприятия не обошли стороной. Республиканский центр здоровья в том числе. Хотя организация и в другие дни предоставляет жителям республики возможность обследоваться бесплатно. О доступной медицине Ума Ибрагимова. Проверить зрение, легкие, сердце и состояние зубов в медицинском центре здоровья. Это доступно без потери времени и денег. Государственная клиника предоставляет жителям республики уникальную возможность проверить свое здоровье вне зависимости от места проживания. Для того, чтобы пройти обследование, необходимо иметь при себе медицинский страховой полис и паспорт. Благодаря новейшей технике работа в центре ведется динамично. Буквально в течение 20 минут пациент может пройти всю процедуру обследования. На это кресло боятся сесть многие. Я в том числе. Но для профилактики стоматолога необходимо посещать хотя бы два раза в год. Ну что, начнем? Как правильно чистить зубы и какие напитки не стоит употреблять? С секретом красивой улыбки с заградой Бегова делится с пациентами охотно. На уровне десны, как бы с десны и зубов выметающими движениями мы произведем такие движения. Аиша Тухаева сторонник народной медицины. Но хотя бы раз в год необходимо обследоваться у врачей, считает Аиша. Так она избавляется от излишних опасений. Это обследование необходимо для того, чтобы, ну, прежде всего, чтобы сам человек был спокоен, что с ним все в порядке. А если что-то обнаруживается, неведение – это самое трудное для человека. Поэтому, когда мы очень долго не проводим такие обследования, диагностики, мы можем себе надумать всякое, что в интернете, а какую-то головную боль могут разрисовать как какое-то серьезное заболевание. А в этом кабинете пациент проходит последнюю инстанцию. Терапевт выдает ему вот такую карту с результатами обследования и дальнейшими показаниями. Лейла Муслимова принимает в день не менее 15 пациентов. Рассказывает, что, как правило, у обследовавшихся выявляют проблему с питанием. У молодых – чаще всего. Очень часто у них наблюдаем аритмии. Это чаще всего связано с неправильным режимом дня у них, недосыпание. Также неправильное питание – это у всех. Несмотря на периодические обследования, всегда все зависит от самого пациента, считает главврач центра Патима Тамарова. Чтобы симптомы не привели к определенному диагнозу, ежегодно любой житель России, в данном случае Дагестана, может и должен обратиться к нам для профилактической помощи и для коррекции факторов риска социально значимых заболеваний. Республиканский центр здоровья работает с 8 утра до 16.30. Ума Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Этого дня не ждали десятки лет. Жители села Севух Хасавюртовского района прошлись по новой асфальтированной дороге. Теперь добраться до школы, медресе и администрации аула станет гораздо легче и комфортнее. Особенно в дождь и слякоть. Подробнее о проделанной работе расскажет Хамзанур Магомедов. Люди не верили до последнего. А сегодня радостная вещь разлетелась по всему Севуху. Взрослые дети вышли из домов с раннего утра, чтобы пронаблюдать, как специалисты, управляя тяжелотехникой, асфальтируют знакомую им улицу. По этой дороге постоянно проезжают автомобили. Мы буквально задыхались от дорожной пыли. Не могли выйти из домов. Теперь же все изменится. За организацию этого прекрасного мероприятия жители села выражают благодарность администрации села и района. Работы проводились в течение четырех дней. За это время провожили 600 метров дороги по Центральному проспекту. Проект удалось осуществить благодаря финансовой поддержке администрации района. Радуются очень и жители, и особенно радуются наши дети. И я бы хотел, мы думаем дальше тоже продолжать. Также асфальтирование наших улиц. В последующем будем над этим работать. Гладкая дорога может стать причиной частых ДТП. Поэтому старейшие наула призывают водителей не лихачить. Тем самым подвергая риску не только свое здоровье, но и здоровье других людей. Есть просьба к молодым ребятам, которые ездят на автомобиле. Сейчас залили асфальт, проложили хорошую дорогу. Будьте внимательнее, следите за скоростным режимом. Здесь проходят как взрослые, так и дети. Если произойдет авария, это станет большой трагедией. В благоустройстве села приняли участие все неравнодушные. Стоит отметить, что недавно силами односельчан на Центральной улице вдоль дороги проложили пешеходный тротуар и посадили зеленые насаждения. Хамза Нурмагемидов, Ариф Магемидов, Мурад Бигбарзов, телеканал ННТ, Хасевртуцкий район. Завода имени Магомеда Гаджиева в этом году исполняется 85 лет. В связи с этим для представителей республиканских СМИ была организована экскурсия по предприятию. Как оказалось, оно переживает не самые лучшие времена. Причиной тому нехватка рабочих рук и отсутствие финансирования. Ознакомилась с процессом производства Хадижа Курбанова. Заводу имени Магомеда Гаджиева 85. Когда-то на этой территории был произведен первый сплав металла. Затем в ход пошло изготовление пластмассы, резины, механо-сборочное и кузнично-прессовое производство. Сегодня таких цехов около 10, а завод является основным поставщиком продукции для морских судов в Российской Федерации и странах СНГ. Современные технологии есть, которые позволяют более точные литейные заготовки получать. В каком мы сегодня состоянии? Мы в прошлом году, в 2015 году получив землю, и в 2015-2016 год осуществляем строительство нового завода. Доска почета сотрудников завода обновляется каждый год. Здесь висят все – ветераны труда, представительницы прекрасного пола и молодые работники. Работу в этом цехе с 80-го года. И 32 года начальником цеха, вот этого цеха. Коллектив сплоченный, старый. К сожалению, молодой не так рвет сегодня на завод. Проблемы нехватки кадров на заводе действительно существуют. Цехов на предприятии достаточно, а вот рабочих рук с каждым годом все меньше. Молодежь не идет работать на завод, признаются представители предприятия. Одним из немногих молодых работников завода является Султан Ятуев. Он пришел сюда еще будучи студентом, чтобы подзаработать. А сегодня Султан – начальник цеха резино-технических изделий. Учеником, временно. Мне здесь понравилось, душа легла здесь. И остался здесь работать и рабочим, и мастером, и начальником участка. Помимо нехватки кадров, завод испытывает финансовые проблемы. Ни один из банков республики не идет на кредитное сотрудничество с крупными предприятиями Махачкалы, несмотря на то, что в частности у завода имени Гаджива есть что предложить в качестве гарантии кредита. Кроме того, почти все заказчики завода – представители других регионов страны. В Дагестане продукция завода не очень востребована. Предприятиям Дагестана мы можем поставить в жилищно-коммунальном хозяйстве прекрасные задвижки. Почему-то ими никто не интересуется по причине их дороговизны. Мы говорим, что они дорогие, но они долговечные, они надежные. Но, к сожалению, пока результатов нет. На сегодняшний день завод имени Магомеда Гаджива готовится к открытию индустриального парка «Уйтаж», куда будет перенесен сначала литейный цех предприятия, а к 2022 году все производственные цеха и участки. Хадижа Курбанова, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Спортивный обозреватель Курбан Рагимов уже подготовил что-то интересное. Курбан, говорят, на одном из турниров по вольной борьбе раздавали ключи от автомобилей. Да, Махач, таким темпом чемпион Европы Даурен Круглиев соберет свой собственный автопарк. Махач-Калениц вновь стал лучшим весовой категорией до 86 килограммов, где и разыгрывался главный приз соревнования автомобиль «Киарео». Четвертый раз на новеньком авто из Буглена уезжает борец вольного стиля Даурен Круглиев. Этот приз разыгрывался в весе, где в свое время боролся инициатор ежегодного турнира в Буйнакском районе Хизришихсаидов. Соревнования завершились накануне в местном дворце спорта. Все подробности в следующем сюжете. Награды соревнований в этом году оспаривало рекордное количество участников – 219 борцов из стран ближнего и дальнего зарубежья, регионов России и дагестанских городов и районов. Церемония открытия прошла в субботу. В ее торжественной части выступали представители министерств и ведомств, депутаты различного уровня, руководители района и ветераны спорта. Друзья, спасибо вам за то, что вы как-то приезжаете сюда, находите новых друзей, поместаете, получаете призы. Это очень важно, потому что служба народа как раз в этом заключается, чтобы друг друга помещать, приезжать, знакомиться, ответить. Выступившие отметили значимость этого турнира для жителей районной республики, пожелали собравшимся зрелищных поединков, а участникам – побед. Мы уверены, что мир пройдет на высоком аргументационном уровне. Наши гости уедут от нас неизвладимыми впечатлениями. И даже хочу обратиться к нашим спортсменам и гостям. А стороне этого турнира находятся братства, друга, народа, Российской Федерации и даже их планеты. Перед началом концертной части зрители увидели товарищескую встречу в категории до 26 килограммов между девятилетними вольниками Рустамом Басыровым и Тимирланом Умаровым. В этой схватке изобиловавшей техническими действиями победила дружба 10-10. В категории до 86 килограммов лучшим стал махачкаленец Даурен Куруглиев. Он провел шесть успешных встреч, а за победу чемпион уже четвертый год подряд получает главный приз соревнований – ключи от автомобиля. В двух весах золотые медали достались дагестанским легионерам сборной Азербайджана Муртазали Муслимову и тяжеловесу Джамалудину Магомедову. Первый в финале заставил капитулировать своего оппонента, сумев завершить встречу на туше. Как и в прошлом году, организаторы решили разыграть автомобили среди участников в весе до 65 килограммов. Его обладателем стал воспитанник Каякенской школы борьбы Шихсаид Джалилов. Напомним, что в прошлом году победителем в этом весе стал его земляк Ильяс Бекбулатов. В остальных категориях чемпионами стали махачкалинец Расул Магомедов и хасавюртовец Денислам Тахтаров. Победителем соревнований была вручена денежная премия в размере 100 тысяч рублей. Курбан Рагимов, Ариб Ибрагимов и Шамиль Курбанов. Телеканал ННТ. Буглен, Буйнакский район. Дагестанец Осман Алиев стал серебряным призером первенства Европы по боксу среди юниоров. Молодежный чемпионат континента прошел с участием около 200 боксеров из 33 стран. Соревнования проходили с 20 по 29 октября в Турции. В составе российской сборной участвовали двое воспитанников дагестанских спортивных школ. В весе до 69 килограммов выступал Осман Алиев, а в супертяжелой категории национальную команду представил Ибрагим Хидиров. Последний выбыл из борьбы за медали на стадии 1-4 финала, а Алиеву удалось добраться до решающей стадии. На пути к финалу он одолел соперников из Шотландии, Болгарии, Франции и Белоруссии. В поединке за золото наш боксер уступил англичанину Марку Диккенсону и довольствовался медалью серебряного достоинства. Волейбольная команда Дагестан выиграла оба матча у Барнаульского университета в рамках шестого тура чемпионата России высшей лиги А. Встречи прошли 28-29 октября в Барнауле. В первой игре дагестанские волейболисты одолели соперника со счетом 3-1. Во втором матче победитель определился на тайбрейке, где удачливо оказались махачкалинцы 3-2. Таким образом, набрав 32 очка, дагестанская команда закрепилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Игры следующего тура наш волейбольный клуб проведет 4-5 ноября в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева. Соперником станет пермский клуб Прикамье. Далее курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 87 копеек, евро 67 рублей 21 копеек. Оставайтесь на нашем канале, смотрите наши новости на сайте nntv.ru, а также следующий выпуск в 21.15. Всего хорошего.